Всем привет! Доброе, бодрое утро! Сегодня суббота, и для нормальных людей это выходной, но так как я домохозяйка с маленькими детьми, считается, что у меня каждый день выходной, поэтому сегодняшний день ничем не отличается от других, поэтому на что? Уборка, готовка, уборка, готовка. Мы летели, когда в Грецию, я попробовала, я вообще очень люблю парфюм Bottega Vinetta, вот именно оригинальный, я его просто обожаю. Я им пользуюсь почему-то редко, ну как почему-то, потому что я вообще сейчас редко пользуюсь парфюмерией, но я просто не могу, это такой запах какой-то для меня очень стильный такой. Те, кто его не знает, этот аромат, я очень советую пойти попробовать его, именно оригинальный, потому что, например, потом у меня закончился оригинальный, купила себе Леже версию, и я не смогла пользоваться, я подарила маме. Мама его закончила, попросила новый. И мы летели в Грецию, когда я увидела, у них вышел уже новый аромат, такой розовый флакон, обычный, как обычный флакон, только с розовой жидкостью. И я как-то просто мимо проходила, попробовала на себе и пошла дальше, и уже в самолете я поняла, как он мне нравится. Вот у него вот эти вот сильные ноты Боттега Винетты, прям чувствуется, что это действительно аромат от Боттега Винетты, это не какой-то, как вот обычно выпускают Диор, и от Диора там вроде как легкая версия, или фреш, там еще что-то, что они вообще не похожи. А тут вот база очень похожа, но он более нежный, такой вот именно реально на каждый день он больше подходит, потому что другой как-то уже меня немного обязывает. То есть я не могу выйти с детьми погулять там в каком-то, а бы как одетой, и использовать этот парфюм. Муж сказал, конечно, давай я тебе его подарю, если тебе очень нравится. Потому что я парфюмерию покупаю достаточно редко, и я вам говорила, что я очень избирательна в этом плане. У меня лучше вот 4-5 парфюмов, но вот те, которые прям особенные-особенные для меня лично. Я посмотрела, пока мы были в Греции, у нас пока он онлайн еще не продается нигде. Ну ладно, не судьба, буду ждать, пока появится у нас он, ну вот, в магазинах. И вот в тот же вечер, когда мы прилетели, собиралась идти спать, думаю, да, я зайду, посмотрю, может, что-то по этой парфюмерии есть, какая-то новость, например, может, в Германии его можно где-то заказать, купить. И захожу, смотрю, что он есть уже в импорт парфюмерии по такой не самой простой цене. Думаю, импорт парфюмерии обычно самодешевая. Зайду-ка я на сайт Мариана, а вдруг там что-то есть. И у них как раз в этот вечер, в эту ночь, вот когда я зашла, была скидка на всю парфюмерию 30% и на мейкап. Но мейкап мне не нужен сейчас. Вернее, он нужен, но я не определилась еще с тональным кремом, какой именно я хочу. Потому что я вам говорила, что я хочу купить Dior новый, но я увидела, что у Chanel тоже вышел новый. Я хочу Chanel тоже потестировать, потому что он пахнет приятнее. И я заказала себе 30 мл маленький вот этот вот Sensational, потому что я подумала, что 50 мл может такое случиться, что мне очень быстро надоест. Не обращайте внимание на этот шум на заднем плане. У меня сейчас в гостях соседская девочка. Мы договорились с утра, что ее мама переведет мне обоих детей. Но так как старшая заболела, то их папа остался дома. И он пришел мне с утра сказать, что дети остаются с ним, что не надо с ними посидеть. Я говорю, ну оставляйте младшую тогда, потому что меня Себастьян ждал ее со вчерашнего вечера. Ему сказали, что придет в гости у Урсина. Он прям места себе не находил. Это он принц, она принцесса, у них будут дети. Уже все как бы... Она когда... Это так мило! Она когда ходит где-то с ним гулять, она подходит к каждому знакомому, говорит, это Себастьян, это мой парень. Я просто... Все падают просто. Это настолько мило, но... Товарищи, ему два с половиной года, ну ладно, скоро три. Но я не думала, что это так рано начнется. Дети сейчас взрослеют, видать, очень рады. Я к этому не была готова. Вот. И... Я решила, что 30 миллилитров мне пока что будет достаточно. Но мне было 30 и 50. Я решила, что если я использую 30, и мне еще будет хотеться, я себе лучше еще раз 30 возьму. Потому что у меня вот лежит Шанель Беш. Сколько у меня там? 200 миллилитров. Ему скоро будет. Ему два года, я им пользуюсь. Пользуюсь, я им очень редко пользуюсь, потому что, ну, он... Когда он мне понравился, я еще в офис ходила. Работала. И вот туда он подходил идеально. Вот он какой-то очень такой специфический, что он мне очень нравится, но в то же время на каждый день он мне не подходит никак. И с утра мне пришла посылка с двумя парфюмами. Для мамы. Я купила. Деже версию 50 миллилитров. И вот этот вот малыш. Я думаю, это французское название. Сенсуэль вот. Вот малыш такой. Я уже с утра им пользуюсь. Он только пришел, и мне муж принес, и я только проснулась. Он говорит, смотри, пришла посылка тебе. Как я рад, как я рад. Я так давно не покупала себе парфюмы уже. Когда последний раз себе покупала? В последний раз я себе покупала парфюм прошлой осенью. И то, и то Lancome Sense. У меня к Мариана к сети только одна претензия. Вот я заказала у них, считай, на 140 с чем-то франков. Да, доставка бесплатная. Что они мне положили за это? Парфюм от Eves Saint Laurent. Но я эту серию вообще не очень люблю. Этот Parisienne. Я стояла на стенде Lancome. Eves Saint Laurent очень долго. Я их так нанюхалась. Не знаю, вот многим нравится Eves Saint Laurent парфюмерия. Мне она вообще практически ни один не нравится. Вот, да нет, на самом деле. Ну как, они есть более-менее нормальные. Но пользоваться я ими никак не могу. Вот я положили в Saint Laurent. Рекламу. Пробник крема от Lancome Visionnaire. Кстати, он очень классный. Вот эта серия вообще Visionnaire. Очень советую попробовать. И бумажка парфюмированная от Donne Taron. Все. Что-то на сайте Import Parfumerie. Во-первых, у них доставка всегда бесплатная. Независимо от того, насколько ты закажешь. И я в последний раз заказала карандаш для бровей Urban Decay. И вот этот набор от TG. Bad Hat для волос. Это все вместе стоило 45 франков где-то. И мне туда кучу парфюмерии. Каких-то кремов, шампуни насовали. И как бы... Ну это мелочное, это очень приятно, согласитесь. Так что... Варианно. Каждый раз решение снять влог или хотя бы его начать у меня возникает неожиданно. Потому что мне хочется с вами чем-то полезным поделиться. Так как я домохозяйка, чем я могу поделиться полезными вещами в хозяйстве? Не знаю, можно ли купить эти штуки. Вот в Швейцарии я не видела. В Германии, по-моему, они начали появляться. Вообще мы купили их во Франции. Что это такое? Вот такие вот штуки от Маги. Это уже идут кулечки с травами. А вообще есть такие бумажки. Они называются папье. Эти бумажки, они с травами внутри. Получается, вы кладете внутрь куриную грудку, например, бумагой закрываете с двух сторон и жарите на сухой сковородке. И получается такая вкуснотища. Во-первых, очень сочно получается. Масло, ну там, наверное, есть какое-то масло сухое или там какие-то новые технологии. Для меня она, конечно, получается соленоватая. Сразу скажу, мужу нравится, но я очень чувствительна к соли. Поэтому для меня там слишком много соли. Но все равно получается очень-очень вкусно. И мы последний раз были во Франции, набрали кучу, уже использовали. Здесь я в Швейцарии их найти не могу. Я видела рекламу, что есть они в России. А в Германии я их искала, нигде не нашла. Но нашла на Амазоне. Но по какой-то безбожной цене. Вот, так что если вам вдруг попадутся вот такие вот бумажки. Вот это, например, пакеты уже для целой курицы или крылышек, или ножек. Я их еще не пробовала. Буду сейчас пробовать вот курицу запихать в духовке с ними. Но есть такая же вот наподобие бумажки. Вот, и они очень полезные и очень вкусные получаются. Вот. Себа, ты будешь ответственным по вытягиванию номерков. Понял? Нет. Все, у нас тут от одного до шестидесяти трех. Понял? Нет. Все. Давай, вот сюда сейчас их высыпем, в эту коробочку. Нет. Давай. Маме, это осталось. Нет, вот сюда бери. Вот так вот держи. Вот так рядышком. Держишь? Вот так держи. Все, держи. А я буду высыпать. Все. Давай. Себа, ты цифры знаешь? Не знаю. Так что давай, мешай. И доставай первый номер. Доставай. Какая тебе больше нравится? Это самая красивая. Доставь. Одну. Одну надо. Вот эту? Покажи, какая. Какой это номер. Номер один. И еще одну давай. Номер один. Это номер один. И номер двадцать семь. Себа, подожди. Подними, пожалуйста. И еще одну вытягивай. Вот. Это номер пятьдесят три. Вот. Я знаю, что я обещала выложить в воскресенье выигравших. Но вот у нас только сложилось. Себастьян вытянул номерки. Вы это все видели. И надеюсь, что вы верите в честность в проведении этого мероприятия. Поэтому те, кто выиграли, пожалуйста, свяжитесь со мной. Как это вам будет удобно? На e-mail. Я его оставлю вот здесь. Или же пишите вконтакте. В группе вконтакте. Или оставьте комментарии под этим видео. И мы с вами свяжемся. И я вам подарю подарки. Вот. Я надеюсь, это не последнее мероприятие. Все, кто не выиграли, в следующий раз повезет. Я буду время от времени обязательно проводить такие вот подарочные мероприятия. Потому что, ну почему нет? Приятно вам. Мне приятно. Всем хорошо. Так что до встречи.